Наверное, не скромно начинать передачу с собственной персоной, но на этой неделе, судя по всему, придется, потому что вот этот совершенно колоссальный резонанс, который случился после моего прихода на БСТ в передачу Министерства правды, мимо этого резонанса, конечно, пройти нельзя, и вопросов очень много осталось, в том числе и у меня, потому давайте порассуждаем о том, что это было, что получилось и, собственно, что будет дальше. Главный вопрос, который мне задавали в письменной, устной и любых других форумах, был вопрос «Кто разрешил?». В таком достаточно примитивном и простом восприятии абсолютного большинства возник вопрос, ну, действительно, каким образом можно было меня допустить до государственного канала телевидения, значит, да еще и с такими мыслями и речами, ну и так далее, и так далее. Честно скажу, я на этот вопрос ответа не нашел. Я знаю, кто в этом не участвовал из руководства БСТ, то есть, ну, кого, собственно, не спросили, а вот кто принял окончательное решение, для меня остается загадкой. Ну, тем не менее, это решение было принято. Конечно, наивно полагать, что это принимал решение какой-нибудь там редактор или, уж упаси бог, Виктория Куприянова, конечно, кто-то там сверху это все решал, но вот, повторюсь, для меня пока непонятно, кто принял решение. Но важнее, наверное, понять зачем. Я далек от мысли о том, что в БСТ случилось что-то страшное или прекрасное, в том смысле, что там что-то кардинально изменилось, и вдруг БСТ превратилось в какое-то вдумчивое, разумное, справедливое и качественное телевидение. К сожалению, до этого еще очень далеко, учитывая все предыдущие события и воздействия вот этой новой команды информационщиков. Потому, наверное, нужно задаваться вопросом, для чего им вообще это могло понадобиться, вот передача с моим участием, и что они планировали. Ну, если откинуть в сторону совсем уж откровенные гадости, о которых, впрочем, предполагали многие, я думаю, что перед нами какая-то попытка изменить вообще облик и имидж государственных СМИ, в том смысле, что они показывают, вот смотрите, какие мы открыты, и кого мы там, ужас-ужас, кого пригласили. Но в итоге, конечно, все не получилось, потому что у меня было ощущение того, что там второе дно все-таки присутствовало в этой идее, такие слабенькие, несвершившиеся попытки каких-то там неясных разоблачений были. Ну, Виктория, к сожалению, конечно, не совладала с этой задачей. Может быть, и к счастью, кстати говоря, слишком большая нагрузка была на нее в процессе съемок. Это было совсем не видно зрителям, но я-то наблюдал это своими глазами. Я видел, что в ухе у нее бормотал, там, видимо, Ростислав. Перед ней был черновик передачи на планшете. Передача пошла совсем не так, как планировалось. В общем, конечно, Виктории можно только посочувствовать. Она не справилась вот с этими потоками информации. И, собственно, я не склонен ее в этом винить. Во-первых, это был ее первый полноценный телевизионный опыт. Во-вторых, конечно, тут даже одного, двух и трех опытов недостаточно. Наверное, нужен был бы в студии человек с каким-то более обширным опытом, навыком и способностью реагировать в таких сложных обстоятельствах, по крайней мере, для нее. Наверное, надо ответить и на самые массовые вопросы, которые пришли в связи с этой передачей. Ну и первый, конечно, это за сколько меня купили, сколько мне заплатили за участие. Ну, к сожалению, мне совсем ничего не заплатили. Это нормальная такая манера БСТ. Они и своим-то сотрудникам толком не платят, а уж гостям, как говорится, и вовсе. Вообще принято считать, что на БСТ пойти это какая-то неимоверная честь. Что-то вроде бумажного макета ордена Салавата Юлаева. То есть, вот человека пригласили, это уже награда. Недалек, наверное, момент, когда они будут брать деньги за вход. Ну, да ладно, это все ирония, но нет. Мне никто ничего не платил, и, собственно, никто ничего не приглашал, не предлагал, я имею в виду, с точки зрения каких-то перспектив. И я надеюсь, что не предложат. В том смысле, что сотрудничество с БСТ, наверное, это не самая благостная перспектива для приличного человека в данной сложившейся ситуации. Потому, ну, сходил, как говорится, и сходил. Вторым массовым вопросом является вопрос о том, обрезали ли запись, целиком ли это весь разговор, не было ли это вообще записью и шло ли это в прямой эфир. Отвечаю. Да, передача шла в прямой эфир, и тут надо отдать должное БСТ. Нет, ни минуты передачи не обрезали. То есть, вот как мы начали разговор, как закончили, так он, собственно, и попал в эфир. Там чисто времени, по-моему, что-то около 42 минут. Тайминг, конечно, не получился с точки зрения плана. Вначале слишком много болтали и лили воды. В конце скомкали важную тему по Минздраву, а могли бы, на самом деле, ее более качественно обсудить. Но, как говорится, учимся. Многие спрашивают, будет ли продолжение с моим участием, отвечая сразу, что вот это уж маловероятно. А будет ли вообще продолжение цикла передач Министерства правды, для меня самого загадка. Но что-то мне подсказывает, что, наверное, большая часть руководства БСТ склоняется к тому, чтобы не продолжать эту историю. Ну, в первую очередь, потому что большая проблема со спикерами. Возможно, конечно, чтобы сохранить лицо, 1, 2, 3 выпуска выйдут через какое-то время. Вероятнее всего, они будут на какую-нибудь узкую тему приглашать какую-нибудь там Римму Утяшеву. Она разоблачит там какое-нибудь неразоблачаемое. Ну, в общем, что-то мне подсказывает, что у этой передачи печальная судьба. Ну, и последний вопрос из числа массовых. Он такой весьма философский. И звучит он, что кто больше выиграл, БСТ или я? Ну, я вообще, честно говоря, совсем не рассматривал здесь выгоду БСТ. Ну, разве что они, конечно, очень сильно увеличили свой трафик именно во время этой передачи. Действительно, там много народу, не бывало много ее посмотрело по сравнению со всякими прочими их поделками. Но, на самом деле, это, конечно, совершенно временная история, я имею в виду. Ну, пришло там лишних три тысячи человек посмотрело и ушло. Главным для меня реперным моментом был вот комментарий к анонсу этой передачи. Когда я анонсировал эту передачу накануне ее выхода, в основном люди комментировали, что, ну, вот я не смотрю БСТ, а теперь из-за этого посмотрю. Вот это очень важным образом характеризовало ситуацию вокруг башкирского спутникового телевидения. Люди реально перестали его смотреть по разным причинам, но набор этих причин не очень большой на самом деле. И теперь они, ну, вот, условно говоря, их попросили, они решили посмотреть. Или там предложили им что-то необычное, они решили посмотреть. Но телевидение так не работает. У зрителя должна быть привычка. А чтобы выработалась привычка, должен быть постоянный трафик качественного контента, постоянно должно что-то придумываться, делаться. А у нас, конечно, на БСТ наблюдается такая совершенно мрачная средневековая апатия. Люди там получают какую-то мизерную зарплату. И, как говорили в том анекдоте, одни делают вид, что работают, а другие делают вид, что платят им зарплату. В общем, конечно, с БСТ, наверное, надо что-то делать. С другой стороны, а кто бы это делал? Некому же. В республике постепенно выходят на передний план криминальные новости, что свойственно обычно финальному этапу пребывания в должности губернатора. У нас в Башкирии все не как у людей. Мы только еще, вот только-только выбрали год с небольшим радио Хабирова, как его команда уже начала, значит, отмечаться в криминальных хрониках. И я говорю о ситуации в Кушнаренковском районе, говорю о ситуации вокруг главы Кушнаренковского района Руслана Гизатулина. Прежде чем начать говорить о том, что стряслось в Кушнаренковском районе, сделаем небольшую ретроспективу, буквально на год-два назад, и посмотрим, что же там случилось. В январе 2019 года Руслан Гизатуллин, который был в тот момент руководителем исполкома «Единой России» по республике Башкортостан, всего республиканского, значит, вот этого куста единороссов, так вот, Руслан Гизатуллин уходит с этой должности и назначается фактически главой Кушнаренковского района. Весьма неожиданное кадровое решение. Дело в том, что Гизатуллин не имел никакого отношения к Кушнаренковскому району, не имел никакого опыта административной власти, тем более, ну, как бы, руководство сложным и большим, близким к Уфе району. Но, тем не менее, случилось. Очевидно, что нужно было освободить место под соратника Радия Хабирова Рустема Ахмадинурова, и это было сделано. Освободили место по-хорошему, без всяких партийных, значит, дрязка и неурядиц. Руслан Гизатуллин, конечно, недоволен был этим местом работы. Ну, он, собственно, почему-то претендовал на большее, но, как говорится, что предложили, то предложили. Дело в том, что Гизатуллин не в полной мере входил в команду Хабирова, если не сказать даже, что вообще не входил в нее, но очень быстро и качественно высказал свою лояльность, и потому вместо пинка под зад получил, ну, вот, хотя бы вот такое вот предложение. И буквально в течение, ну, почти двух лет без малого Руслан Гизатуллин пришел к уголовному делу, обвинению в превышении должностных полномочий, которые ему приявлены на прошлой неделе Следственным комитетом. И речь идет о том, что Руслан Гизатуллин, по мнению Следственного комитета, незаконным образом распорядился землей. Участок в 145 гектаров. Он попытался продать за 5,1 всего лишь миллиона рублей некой компании «Авента», которая в перспективе должна была там построить турбазу и поселок Коттеджей. Согласитесь, ну, за такую землю 145 гектаров за 5 миллионов отдать, попытаться отдать, это, конечно, большая наглость. Несмотря на то, что фактически найденный ущерб, который вменяется Гизатуллим, составляет 2,9 миллиона рублей, на самом деле, ну, мы же понимаем, как говорят, да, в народе, что, ну, не за эти копейки сражались, значит, Гизатуллин и собственники вот этого ООО «Авента», и речь идет, конечно, о существенно больших деньгах. Но, понимая, кто такой Гизатуллин, мы видим, как это было сделано, то есть ему было достаточно один раз проконсультироваться у более-менее внятного юриста, чтобы не допустить подобные ошибки. Но, что сделано, то сделано. И вот этот вот выходец из молодой гвардии, впоследствии руководитель исполкома партии «Единая Россия», теперь, значит, попадает под уголовное преследование. Очень забавно прокомментировала вообще всю эту ситуацию сама партия «Единая Россия», назвав это неприятной новостью. Ну, я не знаю, что на самом деле неприятно для «Единой России». Торжество справедливости, законность, что еще для них неприятно, но я понимаю, что это для них всегда препятствие в их деятельности. В связи с вот этим уголовным делом, которое возбуждено в отношении господина Гизатуллина, появились какие-то совершенно странные толкования и слухи о том, что на самом деле это не под него копают, а под Толкачева, который был всегда его покровителем, и так далее, и так далее. На самом деле я лично отметаю эти грязные домыслы. Я полагаю, что Константин Борисович здесь ни при чем. И это на самом деле усугубляет ситуацию. Дело в том, что если бы Гизатуллин попытался там чего-нибудь украсть для своих, наверняка, ну, каким-то образом его бы прикрыли и помогли. А здесь Гизатуллин совершил страшную ошибку. Он попытался украсть в одну харю, как говорится, только себе. И теперь ни Толкачев, ни партия «Единая Россия», которая уже обсуждает вопрос его исключения из рядов, ни прочие его вчерашние покровители, конечно, словом, не замолвится за этого озорняка. Как говорится, в одну харю пытался проглотить, вот теперь и поперхнись. В общем, конечно, ситуация очень нехорошая, и, как говорит «Единая Россия», неприятная, но не уникальная. Дело в том, что пару месяцев назад примерно то же самое случилось в Иглино. Но господин Самойленко Николай Николаевич попытался провернуть ровно такую же операцию, но с той разницей, что в случае с Гизатуллиным это был участок земли, а в случае с Самойленко это был карьер. Тогда спустили на тормозах. Хотя уголовное дело заведено, и сейчас разбираются, и также был обыск изъятия документов, и, судя по всему, господина Самойленко ждет, ну, примерно такая же печальная судьба, если суд там примет решение о его виновности. Ну, в любом случае, это уже конец и крест на карьере. К чему я это, собственно, говорю? Потому что вот эти события, это типовая ситуация для всех низовых членов вот этой команды Хабирова. Контроля за ними нет никакого. Закон о земле здесь бессилен. Вот то, что декларировало, что, дескать, мы забираем тут в республиканское ведение и будем распределять. Земли, которые попытались реализовать Самойленко и Гизатуллин, были вполне себе разграниченными. То есть это было их ведение, их подведомственность и их компетенция. В общем, конечно, тут, как говорится, в консерватории надо что-то срочно делать. Не стихают разговоры по поводу перспектив того или иного претендента на кресло мэра Уфы. Я знаю, что развернулась какая-то ужасная, неприличная возня вокруг имущества покойного Ульфата Мустафина. Об этом мы, наверное, поговорим чуть позже, но там что-то очень нехорошее происходит. И даже вот это заявление его мамы, которое было опубликовано, оно как-то отдавало какой-то искусственностью, и появилось ощущение, что эта несчастная женщина не сама это сделала. Кто-то ее там уговорил. И, в общем, есть какое-то нехорошее влияние на родственников. Ну ладно. Речь, конечно, идет о кресле мэра, в первую очередь. Кто же его займет? Несмотря на весь трагизм ситуации, связанной с Ульфатом Мансуровичем, жизнь продолжается, и кто-то должен руководить городом. Высказаны уже десятки предположений, но я все-таки склоняюсь к тому, что очень вероятный сценарий того, что место мэра Уфы займет кто-то совершенно неожиданный. То есть вот не Ренат Баширов, который постепенно уходит в тень, хотя все еще претендует на это место, неестественно вот эти вот ряженые, и люди, которых упоминают только для отвлечения внимания, я имею в виду Авзалова, Мавлиева, Миронова, еще кого-то, все-таки велика вероятность того, что у нас, как говорится, появится тот парень из Челябинска. Это вот такое нарицательное понятие. То есть человека, которого мы не ожидаем совершенно увидеть в этом качестве. Может быть, это будет кто-то из глав района города Уфы, может быть, это будет кто-то из замов, а может быть, это будет вообще абсолютно неожиданный человек. Сейчас я расскажу одну вещь. Она достаточно сложна для понимания, но она на самом деле касается абсолютно всех. Касается всех, потому что у всех есть у нас дома центральное отопление. И все мы недовольны той платой, которую взымают с нас или пытаются с нас взымать. Почти никто не знает, что 28 сентября 2018 года под занавес господин Хамитов, вернее, правительство господина Хамитова принимает постановление правительства республики Башкортостан за номером 479. И этим постановлением утверждает коэффициент оплаты по отоплению 1,5. То есть от установленного федерального коэффициента Хамитов и его правительство установили еще наценку в 50%, и эта наценка действовала буквально до вчерашнего дня. Вернее, она все еще действует, но скоро ее не будет. И вот почему. Случилось странное. Прокуратура Российской Федерации и прокуратура республики Башкортостан, потому что обращались и туда, и туда, принимают решение о том, что вот это постановление правительства незаконно, и оно будет отменено с 1 января 2021 года. То есть это на самом деле грандиозная новость для жителей республики, потому что мы будем платить за отопление с нового года на 50% меньше, чем платили последние два года. Теперь давайте разберемся, был ли это случайностью или был ли это злым умыслом. Дело в том, что мало кому известно, что господин Хамитов сейчас трудится, в том числе и в Интеррау, которому принадлежит Баш-РТС, которая нас насаживала два года на лишние 50% оплаты за отопление. Теперь вопрос. Заранее ли Хамитов постелил себе такую соломку? На самом деле это многомиллиардная соломка. Вот эти 50% наценки, это в итоге превратились в несколько миллиардов, если не в десятки миллиардов, полученных за отопление с населения республики. Второй вопрос. Что за это получил Хамитов, ну кроме должности в Интеррау на данный момент? И третий вопрос. А нам не хотят ничего вернуть? Если прокуратура признает вот этот коэффициент незаконным, то может быть надо за эти два года нам вернуть переплаченные деньги? В общем, конечно, вопросов в связи с этим огромное количество. И у меня еще вопрос такой дополнительный. А есть ли там злой умысел в назначении, ошибочном назначении этого коэффициента? Дело в том, что вот эта, казалось бы, незначительная вещь, приняла постановление правительства. Но это постановление имело за собой весьма ощутимые, существенные последствия, выразившиеся в колоссальном денежном ущербе для населения целой республики. Вот на эти вопросы, наверное, надо ответить, потому что, честно говоря, я совершенно случайно увидел этот документ буквально вчера вечером и, ну, прямо скажем, обалдел. То есть два года некая компания, будучи фактически монополистом на рынке, взимает с населения лишних денег в полтора раза. А теперь, значит, раз таки, ой, мы ошиблись? Разве так бывает? Традиционно благодарю наших зрителей и слушателей за активность, за то, как они комментируют, как они репостят наши сюжеты. Не забывайте ставить лайки. Если можете, помогайте каналу материально, мы показываем счет. Присоединяйтесь, подписывайтесь, рекомендуйте. Мы всегда ждем вас. Напоминаю, что завтра в воскресенье в 8 часов вечера состоится 23-й стрим «Открытой политики». Всех приглашаю, присоединяйтесь, пишите вопросы заранее, можно будет задать вопросы в чате прямо в течение самого стрима. Целый час будем в открытом эфире общаться, разговаривать, обсуждать самые важные темы. Чуть больше года назад, 1 октября 2019 года, Республику Башкортостан облетела благая весть. Придворный художник Радия Хабирова Камиль Бузыкаев получил таки грант главы Республики Башкортостан на съемке фильма о Кариме Хакимове, известном, знаменитом советском дипломате в Саудовской Аравии, выходце из Башкортостана, исторической личности и так далее, и так далее. Тогда, 1 октября 2019 года, событие это звучало следующим образом. Господин Бузыкаев сообщил, что он планирует привлечь вкупе с грантом Хабирова 26 миллионов рублей для съемок фильма. Съемки пройдут в Токио, Лондоне, в Уфе, естественно, во многих-многих городах мира. К съемкам фильма планировалось привлечь очень известных людей. Это и Денис Евстигнеев, и Денис Хорошун, и Иван Артемов. Имеется в виду тут и режиссура, и сценарий. Планировалось привлечь огромное количество архивных документов. Некий Владислав Юсупов, который неотступно следует за Камилем Бузыкаевым, взялся за юридические аспекты фильма, планировались исторические реконструкции и прочее, и прочее. Ошеломляла и сама сумма проекта 26 миллионов рублей. Это, конечно, не бывало для документального фильма в исполнении башкирских кинематографистов. Но, в общем, Камиль Бузыкаев неожиданно предстал перед нами в качестве продюсера, вот этого фильма, сделал очень умное лицо, купил себе джип, купил себе майку Эмпорио Армани, и с тех пор прошло больше года. Мы понимаем, что за этот год произошло много неожиданного и неприятного, и вся вот эта ковидная история, и нефтяной кризис, и прочее, и прочее. Но грант-то был выделен, а коммерсанты, конечно, тоже, наверное, охотно помогли придворному художнику в сборе денег, потому что Камиль Бузыкаев нисколько никогда не стеснялся своей близости к Радио Хабирову, везде ходил, рассказывал, что он истинный хабировец. Кстати говоря, этот термин принадлежит ему, я не знаю, дали ли ему значок или удостоверение, но Камиль везде называет себя истинным хабировцем, как-то даже очень угрожающе это звучит. В общем, деньги собрались. Прошел год, и совершенно неожиданно вчера мы узнаем, что вместо фильма на грант-главы Республики Башкортостан Камиль Бузыкаев нарисовал некоторое количество картинок. Ну, что, собственно, конечно, свойственно художнику, да, взять и чего-нибудь нарисовать, но вообще-то планировалось снять фильм, и вообще-то планировалось снять его в Токио, в Лондоне, в Париже, в Москве и в Уфе. И вообще-то планировалось привлечь там чуть ли не Стивена Спилберга для этих целей, соответственно, и сумма собиралась. В итоге мы получили комикс на заданную тему. И вот в связи с этим у меня вопрос. Сколько денег собрал господин Бузыкаев, куда они были потрачены, и каким образом он отчитался перед конкурсной комиссией грантодателя? Дело в том, что это ведь только звучит, что это грант главы Республики Башкортостан. На самом деле Ради Хабиров достал деньги не из собственного бумажника, а из бюджета Республики, и выдал своему другу, товарищу и любимому художнику. Существует некий протокол отчетности по исполнению грантов. Комиссия проверяет и бухгалтерские документы грантополучателя, и правильность затрат, и прочее, прочее. Мне интересно, в отношении господина Бузыкаева случится все вот это? Будет ли дана оценка вот этому деянию, в том числе и с уголовной точки зрения? Кроме всего прочего, конечно, было очень печально наблюдать, что в эту историю повторно был втянут сам Хабиров. Я в последнее время все больше и больше на самом деле ему сочувствую в контексте того, что с ним делают его самые ближайшие соратники. В данном случае Хабирова притащили на презентацию этого комикса, вынудились сделать вид, что все прекрасно, замечательно, и так и планировалось. В сторонке стоял в синей масочке господин Мурзагулов ухмылялся, вокруг картинок, выставленных на мольбертах, порхал Бузыкаев. В общем, все было благостно. Но я повторюсь, ребята, вообще-то фильм собирались снимать. Вообще-то 26 миллионов. На что они были потрачены? Довольно часто мне задают вопрос, зачем я ухожу в персоналии, когда обсуждаются вопросы государственной власти, зачем трогаю конкретных чиновников, ведь они обижаются, оскорбляются. Некоторые начинают откровенно пакостничать, ну вот прям как Саша Сидиакин, человек, который не смог сдержать собственное эго и пустился во все тяжкие. Отвечаю на этот вопрос. На самом деле мы должны знать власть в лицо. Мы должны знать, если уж мы не избрали их, то должны понимать, кто они вообще, конкретно, кто вот этот человек, который обладает совершенно космическими полномочиями, указывает нам, как жить, что делать. И я все-таки нахожусь на той позиции, что мы должны разбирать этих людей под увеличительным стеклом. И даже закон в определенном смысле говорит о том, что, будучи публичными личностями, они не имеют права обижаться на многие вещи, а мы продолжим внимательно следить за тем, что они делают, как они живут. Живут они исключительно за наш счет, и потому мы вправе контролировать то, как они это делают. И сегодня я начну разговор об одной из заметных фигур башкирской власти, неожиданно появившись в поле зрения и нас, и многих других. Я говорю об Азате Барданове, вот этом новоиспеченном вице-премьере, который отвечает у нас за национальные взаимоотношения, за отношения с общественными организациями и так далее. В последнее время Азат стал бомбардировать общественное пространство какими-то псевдонаучными опусами, как бы статьями о том, как нам следует жить, чего нам не следует делать. Попутно реализуя свои претензии к различным общественным и необщественным организациям, господин Барданов в последнее время слишком уж часто нас этими текстами напрягает. Зачастую эти статейки носят характер откровенных извинений или объяснений перед собственным начальством, но это, как говорится, на совести самого Азата. Складывается впечатление, что он где-то стырил какую-то старую диссертацию и переписывает ее своими словами, но это тоже оставим на его совести. Однако, фокусируясь на том, что господин Барданов постоянно себя позиционирует как какого-то истинного интернационалиста и с гневом обрушивается на любые проявления национализма, хотелось бы напомнить, что он на самом деле сам был таким не всегда. Десять с небольшим лет назад господин Барданов был, прямо скажем, на противоположной идеологической позиции. И вот именно этому я нашел массу подтверждений. В скором времени мы опубликуем и документы, и видео, которые нам расскажут о том, как за десять лет господин Барданов прошел длинный путь от откровенного националиста до абсолютного интернационалиста сейчас. И речь идет в том числе, например, об участии в союзе башкирской молодежи, который никак нельзя назвать абсолютно уж интернациональным объединением или организацией. Речь идет о связи союза башкирской молодежи и определенной исторической связи с ныне запрещенной организацией Башкорт и так далее, и так далее. Вообще, оказывается, история у господина Барданов очень кудрявая и интересная. И повторюсь, мы должны о ней знать, потому что именно этот человек набрался наглости учить нас в публичном пространстве тому, как нам жить, каким образом нам организовывать межнациональные отношения и прочее, прочее. И еще один анонс, который я сегодня сделаю. Я говорю об истории, которую нам преподнес господин Бажин с Дианочкой Демидовой. Вот эта вот страшная, на первый взгляд, история с медицинскими отходами, которые они удивительным образом уловили где-то на задворках Уфы, в какой-то промзоне, обнаружили в их представлении незаконный склад медицинских отходов. Эта история для меня получила неожиданное продолжение. Я получил довольно серьезный объем информации на эту тему и, в частности, про вот это вот ООО НСК Экохолдинг, который обвиняется в этих вот всех грехах, и вообще о системе складирования и утилизации медицинских отходов в Республике Башкортостан. Уверяю вас в этой теме так много интересного и страшного, что, пожалуй, стоит ей уделить определенное внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова